Боингу возможно придется отказаться от самолетов 737 MAX 10 из-за потенциальных проблем с регулированием, передает BBC. В конце года у компании крайний срок, чтобы получить разрешение у американских властей на эксплуатацию воздушного судна. Отмечу модели MAX 10 новейшие и самые большие самолеты в семействе 737, которые подверглись тщательной проверке после двух смертельных авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Комментируя нынешнее положение, генеральный директор Боинг Дэйв Кэлхун сказал, что стремление получить зеленый свет было, цитата, «немного похоже на все или ничего, однако в компании надеются на благоприятный исход». Если вы пройдете через все, что прошли мы, долги, которые нам пришлось накопить, нашу способность реагировать или готовность довести дело до конца, даже мир без MAX 10 не так уж и пугает. Я не ожидаю, что программу отменят и не хочу, чтобы кто-то так думал. Это просто риск. Для ввода самолета в эксплуатацию требуется сертификация, которую, как предупреждают в Федеральном управлении гражданской авиации США, Боинг может не получить. Если у компании не будет соответствующего одобрения, то ей придется добавить систему оповещения в кабины самолетов MAX 10 согласно правилам, вступающим в силу в новом году. Тогда Боинг должен будет перепроектировать кабину экипажа MAX 10 и обучить пилотов летать в новой конфигурации, при условии, что в этом не откажет Конгресс США. У корпорации уже заказали более 600 самолетов этой модели в числе клиентов авиакомпании British Airways и United Airlines. Боинг стремится выполнить требования регулирующих органов по сертификации и доставке MAX 10. О том, как военный конфликт в Украине погрузил Египет в экономический кризис, рассказывает Сара Эль-Сергани для CNN. Международное рейтинговое агентство Moody's предупредило ближневосточное государство о социальных и политических рисках, изменив прогноз для страны со стабильного на негативный. Официальный уровень инфляции в Египте в июне составил 14,7%, в сравнении с 5% за аналогичный период в прошлом году. Но, по словам потребителей, цены на продовольствие взлетели с февраля. В частности, на подорожание повлияла неопределенность на мировом рынке зерна. 80% импортируемой в Египет пшеницы поступает из России и Украины. Теперь властям приходится за тонну платить 435 долларов вместо прежних 270. Пострадал и сектор туризма, поскольку российские и украинские граждане составляли около трети всех посетителей в год. Теперь эти показатели значительно упали. Из-за повышения процентных ставок на более стабильных рынках, как в США, страна недосчитала порядка 20 миллиардов долларов, говорится в отчете агентства Standard & Poor's. Прямые косвенные последствия кризиса обойдутся Египту почти в 25 миллиардов долларов. Для пополнения ее сокращающихся с февраля золотовалютных резервов государство Персидского залива вложили в страну миллиарды иностранной валюты. Теперь власти намерены обеспечить субсидиями 70 миллионов граждан. Местным фермерам предлагают различные льготы для выращивания пшеницы с ее дальнейшей продажей правительству, чтобы восполнить часть ожидаемого разрыва в импорте зерна. Механизм формирования эпилепсии вызван белком TME-M184B. К такому выводу пришли ученые из Аризонского университета. Результаты работы кратко описаны в журнале Molecular Neurobiology. В ходе исследования специалисты проанализировали ген мыши, отвечающий за формирование связей между мышцами и двигательными нейронами. Выяснилось, что в них содержится белок TME-M184B, который контролирует возбудимость нейронов. При его отсутствии они повреждаются и возбуждаются чаще, чем следует. Эксперимент на плодовых мушках, имеющие схожие гены с людьми, также показал, что они содержат подобный белок. По словам авторов работы, он способен изменять связи в ионных каналах, регулирующих кальций в клетке и возбуждение нейронов. Отсутствие этого белка в организме мушек также приводит к острому возбуждению. В будущих испытаниях специалисты намерены секвенировать его для изучения конкретных мутаций, вызывающих эпилепсию. В Китае представили первый роутер, поддерживающий передачу данных по технологии Wi-Fi 7, сообщает издание Channel Asia. Устройство выпустила компания H3C. По словам представителей фирмы, их роутер является первым подобным гаджетом на рынке. В описании модели говорится, девайс может работать на частоте 6 ГГц и обеспечить максимальную пропускную способность канала больше 18 тысяч мегабит в секунду. По мнению независимых экспертов, H3C выпустила устройство на перспективу. В настоящий момент на рынке нет смартфонов и компьютеров, которые работали бы с новой технологией. Ожидается, что стандарт Wi-Fi 7 будет принят не раньше 2024 года. Субтитры создавал DimaTorzok